здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня я хочу поговорить с вами об одном очень интересном виде смородины это не черная смородина не красная не белая это золотистая смородина золотистая смородина в общем то известно садоводам любителя у нее даже имеется несколько интересных и высокопродуктивных сортов однако же в большинстве садов золотистая смородина представлена полудикими еще малоокультуренными формами золотистая смородина это совсем другой вид смородины это не сорт и не разновидность золотистая смородина называется так потому что весной она образует огромные очень красивые и очень декоративные кисти золотых таких желтых основательно желтых цветов их очень любят посещать пчелы и шмели где-то в те же сроки как и черная смородина может быть чуть позже она наливается ягодами различного цвета бывают сорта золотистой смородины с белыми желтыми красными разного нас и на разной насыщенности оттенков и совершенно черного цвета ягодами некоторые сорта или разновидности золотистой смородины обладают легким запахом черной смородины однако же большинство из них обладает специфическим своим и очень приятным запахом и вкусом ягода у золотистой смородины гораздо плотнее чем у черной или красной она отрывается сухим отрывом она прекрасно транспортируется мякотиню плотная такая даже немножечко хрящеватая она очень вкусная очень сладкая из нее прекрасно готовить различные десерты как и свежий а также хорошо варить на варенье и заготавливать другим способом золотистая смородина транспортируется лучше всех остальных видов смородины поэтому я рекомендую приобрести в каждый садовый участок кроме того что она обладает вот этим огромным комплексом полезных свойств а надо еще отметить что она содержит колоссальное количество витаминов гораздо больше чем черная или красная потому что те уже немножко утратили свои полезные свойства витамины антиоксиданты в процессе селекции когда селекционеры стремятся сделать сорт более продуктивным к сожалению зачастую выключаются гены выключаются какие-то биохимические процессы направленные на вкусовые качества на содержание витаминов на содержание минеральных веществ на содержание антиоксидантов на содержание сладостей ну и другие полезные для нас свойства вот эти такие сорта сорта народной селекции зачастую являются слабо от селектированными а поэтому содержит эти вещества в очень большом количестве у золотистой смородины очень интересная форма листа чем-то напоминает гинго белоба ну и отдаленно напоминает лист крыжовника в этой связи иногда недобросовестные торговцы выдают золотистую смородину за ёшту но даже если вам вместо ёшты попала золотистая смородина не расстраивайтесь вы сделали хорошее прекрасное приобретение золотистая смородина отличается экстремальной выносливостью в засушливых условиях в холодных условиях она практически не подмерзает она не повреждается мучнистой росой она практически не повреждается тлей если тлейная повреждается то очень очень слабо и в случае наличия повреждений листочки как у черной смородины не сворачиваются в клубочек поэтому обработки самыми безобидными препаратами вроде хозяйственного мыла являются очень легкими и хорошо искореняют каких-то вредителей на этой смородине она растет в виде довольно высокого куста она не требует таких серьезных обрезок как красная и черная смородина для обеспечения высокой продуктивности она не требовательна к почвам не требуется к высокому плодородию почвы выдерживая даже песчаные и бедные почвы поэтому я вам всем рекомендую эту смородину завести у себя в саду всего хорошего